Ну, ребенок у меня заболел. Нас привели сюда, в больницу. Выяснилось, что онкология, лейкоз. Вот мы 8 месяцев пролежали в больнице на лечение. Сейчас нас выписали на поддержку. И вот мы находимся здесь, потому что нам некуда пойти к пчелке. Но пока здесь находимся, ищем квартиру. Ну, и комнату поближе к больнице, чтобы далеко не ходили. Я не работаю, потому что его не с кем оставить. В садик нельзя. А если нянечку нанимать, то это слишком дорого. Так что мы с ребенком, без работы, на пенсию. Мы все приехали сюда. В больницу, то он лежал, он даже встать не мог. Потом лечение началось вроде бы. Месяц через два уже начал себя получше чувствовать целыми сутками и днем, и ночью на капельницах. Ну, я не знаю, как это сказать. Но, конечно, насильно это повлияло. Все пришлось менять в своей жизни. Вся привычная жизнь уже не такая, как раньше. Тяжело, конечно. Резко все менять в той жизни. Ну, ничего не поделаешь. Фонд занимается помощью детям и молодым взрослым. Мы помогаем детям маленьким и до 25 лет. Основная задача, конечно, это вот закрывать такие внезапные необходимые расходы. Это билеты, обследование, лекарства, порой реабилитация. Но у нас еще есть офис, в котором есть комнаты мамы и ребенка. Ну, так скажем, бесплатная гостиница, где они могут остановиться и жить абсолютно бесплатно, неограниченное количество времени. Нам сказала Екатерина Николаевна, психолог в больнице, ну, в отделении, что есть Пчелок, благотворительный фонд. Ну, и там детям, кому некуда идти, ну, остановиться, что можно там останавливаться. И вот нас когда уписывали, я позвонила, нам сказали, что мы приехали сюда. Мы постоянно здесь останавливались на 3-4 дня. Ну, тема действительно щепетильная. Почему? Потому что при приеме очень тяжелых лекарств, химиотерапии, естественно, выпадают ресницы, брови, волосы. Да, это одна из первых таких, наверное, самых заметных причин. И, конечно, если детям, может быть, мальчишкам это не так важно, все равно стесняются, то для девочек это гораздо сложнее. Ну, и многие мамы тоже стараются об этом не распространяться. Почему? Ну, тут, наверное, вопрос жалости, потому что не всем нам хочется, чтобы нас жалели. Да, а первая мысль, когда мы видим у близкого человека какую-то такую ситуацию, это же не просто грипп, когда можно выпить какие-то препараты, и через неделю, там, две ты условно здоров. Тут немножко все по-другому, и люди осознают, что лечение длительное, лечение непростое и психологически, и физически, когда ты не можешь встать с кровати. И, конечно, вот этот вопрос жалости, ну, мне так кажется, он, наверное, первостепенен. Не хочется, чтобы жалели. Первое, наверное, что я услышала, когда я напугалась, то есть, естественно, это же все не быстро выявилось. То есть, когда мы приехали именно в онкологическое отделение, первое, что я услышала, мне сказали, что нужен, скорее всего, в дальнейшем, когда-нибудь понадобится пересадка костного мозга. То есть, естественно, я не знаю, что это такое, у меня, естественно, ощущение, что мне будет что-то с головой делать, вот, слезы, паника. Потом меня вроде как успокоили, то есть, меня положили в стерилирный бокс, то есть, ну, я там созванивалась с одноклассниками, то есть, ну, я не скажу, что была какая-то паника. Я просто не понимала, что происходит, то есть, я не ревела ничего, то есть, такого не было, что прямо это вот дальше стало сложнее эмоционально, а так в самом начале не особо я понимала. Тут, наверное, больше у взрослых проблема это, потому что вот это озвучивание болезни ребенка и жить с этой болезнью, принятие, да, что это не на месяц, не на два, а может быть, на несколько лет, и дойти до ремиссии, это тоже очень серьезный этап. Конечно, это в первую очередь страшно, наверное. Многие просто даже, как мне кажется, не понимают, как с этим жить, да, как это все воспринимать, потому что в отделении наши мамочки находятся вместе с пациентами. Порой бывает, что в работе фонда мы решаем вопросы, созваниваясь, договариваясь, догоняя, то есть, мы еще деньгами не помогли, да, условно, но уже кучу-кучу вопросов решили, потому что бывает, мама не знает, куда обратиться, бывает, мама живет в очень глухой деревне, где-то в области, и не понимает, кому позвонить, с кем договориться, где догнать ту или иную справку, элементарно получить свидетельство об инвалидности, потому что где-то там затерялась карта. То есть, вот я начинаю звонить, догонять, добиваться, нашли, буквально там через две недели им пришла эта розовая справка. Вроде вот они мелочи, да, но очень много каких-то именно вот несогласований, что ли, с родителями, каких-то вот не объясняют, не подсказывают, педиатры не знают, не знают врачи других специализаций о том, что положены те же лекарства, те же билеты. То есть, порой мама обращается за билетами, и там, где ей сказали обратиться к нам, она даже не знала, что, оказывается, можно было обратиться. В принципе, у них есть возможность, и у них есть на это полное право использовать государственный ресурс. Мы сейчас едем в отделение детской онкологии и везем малоежку. Малоежка – это специализированный детский продукт диетического питания. Он необходим некоторым детям, которые не могут простую пищу, так скажем, употреблять. Екатерина Николаевна, вы в отделении? Екатерина Николаевна, вы в отделении? Да, я малаяшку привез. Да, да. Когда, получается, я была в ремиссии первый раз, пошла в школу, значит, в девятый класс уже, и столкнулась с тем, что учителя начали, ну, как сказать, общаться по-другому со мной. Я, к примеру, не могла зайти в библиотеку, просто потому что изначально мне нельзя было контактировать с книгами, так как на них плесень. Потом я сказала, что все хорошо, все нормально, то есть я могу подходить к книгам, все, то есть брать, читать, все нормально. На что мне библиотекарша говорила, не нужно я тебе, то есть попробую, там, да, мы вообще меня в библиотеку не запускали. То есть и родители ходили с этим разбираться не раз, потому что, ну, у меня много к чему не подпускали. И также ко мне начали относиться лояльнее, то есть если раньше, там, не знаю, занижали оценки некоторые учителя, то сейчас они, наоборот, начали завышать. Естественно, мне это не нравилось, многие, естественно, ко мне начали относиться по-другому. К примеру, в классе кто-то начинал, типа, да вот, ты это специально, вот такое вот отношение. Стало хуже намного, то есть, естественно, в классе я, так скажем, стала неким изгоем. Для меня это был сложный, трудный период, потому что с того момента, когда я была популярна и всем нужна, я стала никому не нужна просто. И еще, знаете, наверное, видели вы наши кэшбоксы в магазинах, иногда в этих кэшбоксах оказываются тоже письма, детские письма, дети пишут детям, что я желаю тебе выздороветь. Возможно, этот малыш, да, ну сколько там, второй, третий класс, судя по почерку, опустил купюру, да, может быть, монетку, и что-то же было в душе этого ребенка, он же написал это дома, он же нарисовал это дома. А раз что-то было, значит, это кто-то ему сказал, да, что давай обязательно передадут, обязательно увидят. Я хочу быть океанологом, потому что в последнее время меня очень почему-то начало тянуть к воде, именно исследовать мир не здесь снаружи, а под глубиной туда, типа спуститься на дно. Вот, почему-то мне очень это стало интересно, то есть каждый раз, так скажем, я сталкиваюсь с неким таким вот, что-то, что связано с водой, вот, и поэтому, я не знаю, вот мне прям хочется и все. Как мне сказала на консилиуме один врач, просто не обращай на это внимания, типа, учись дальше, там, работы, все, что хочешь, живи как обычный человек, все. То есть и у меня где-то там глубоко в душе оно отлегло, потому что каждый день с 2017 года я жила с мыслью, а что, если завтра я не доживу, и то есть постоянно вот этот вот, каждый день у меня эта мысль была, а сейчас ее нету, просто я как-то всю эту болезнь, все это лечение, это введено на второй план, типа, мне не важно, как там будет, сейчас у меня главная учеба. Меня радует то, что я сейчас не задумываюсь вот этому, что будет там, как бы, меня оно не особо волнует, вот, а сейчас я хочу вот учиться, вот учиться и все, вот. Дети — это не просто наше будущее, да, вот мы, когда размышляем об этой фразе, мы думаем, что вот мой сын, моя дочь, мои дети — это мое будущее. Но если задуматься, то все дети, живущие сейчас на планете, они все наше будущее, только от нас с вами, взрослых, от того, как мы сейчас построим жизнь, политический строй страны. И можно рассуждать об этом бесконечно. Вот от нас с вами сейчас зависит наше с вами будущее. Как будут расти эти дети? О здоровье нации, о том, как они, о чем будут думать, да, о чем они будут мечтать и что они будут реализовывать в целом. Субтитры создавал DimaTorzok